Итак, год со дня референдума. Достаточно ли этого времени, чтобы говорить о первых явных результатах? Поговорили об этом с гостем в студии, политологом Арманом Токтушаковым. Итак, Арман, референдум по изменению Конституции. Год, на ваш взгляд, это много или мало для такого документа, чтобы подводить первые определенные итоги? Конечно. Но вы правильно сказали, что год прошел, в том году прошел референдум. И действительно, даже за год, можно сказать, что достаточно много было сделано. То есть многие конституционные поправки, в которых содержались направления реформ, они уже, по сути, за этот период были реализованы. Например, какие? В частности, мы знаем, что с января этого года был создан уже Конституционный суд, расширились полномочия омбудсмена, уполномоченного по праву человека. Многие другие направления были уже реализованы. То есть, в принципе, можно сказать, что за достаточно короткий период, именно в части политических реформ, достаточно много было сделано. Это первый момент. И вот я хотел бы вначале еще сказать, что нужно, я думаю, это важно подчеркнуть, впервые Конституционные поправки принимаются именно через референдум у нас. Потому что раньше, насколько я помню, пять пакет поправок вносились, и все они проходили через парламент. Сейчас, то есть достаточно такое уникальное событие, именно в том году, для того, чтобы у казахстанцев появилась возможность напрямую проголосовать за Конституционные поправки, выразить свое отношение, свою позицию, предоставилась возможность именно через вот это всенародное голосование и референдум. И что еще важно отметить, что, в принципе, вот как я говорил, поправки реализовываются за достаточно короткий период. Мы знаем, что в начале прошлого года, в марте, были программы политических реформ. И вот как раз референдум, это, по сути, стало правовым закреплением тех реформ, которые были предложены 16 марта прошлого года. То есть, по сути, как все многие коллеги отмечают, основная цель референдума, Конституционной реформы, это системное обновление существующей политической модели. Ну и сам факт референдума, это прецедент, поскольку впервые за сколько лет? Почти 30 лет? Да, то есть, вот, последний раз референдум проходил в 95-м году, когда принималась вот нынешняя Конституция, основной закон страны. А вот то, что я говорил, Конституционные поправки именно через референдум, через голосование, когда Константин, например, голосует, у нас вообще в нашей казахстанской практике это проходит впервые. Ну, проходило в том году впервые. Верно. Как отметил государственный секретарь Ерлан Карин, фактически меняется парадигма между государством и обществом, и на первый план выходит права человека. Да. Действительно, вот вы правильно отметили, одним из главных направлений Конституционных поправок, которые были предложены референдуме, это усиление механизма защиты прав граждан. Это ключевое направление, можно сказать, вот то, что я ранее говорил, был создан Конституционный суд, омбудсмен, то есть, этот институт у нас уже раньше был, то есть, это лицо раньше функционировало, но теперь очень важно, что для Конституционного суда и для омбудсмена созданы отдельные конституционные законы, то есть, отдельные законы, по ним полностью регулируется вся основная их деятельность, плюс теперь омбудсмен не подчиняется ни одному должностному лицу. То есть, он напрямую взаимодействует с гражданами, ни одному должностному лицу не подчиняется, и очень важно, что теперь и в Конституционный суд, и к омбудсмену каждый человек, если нарушаются его какие-то конституционные права, он может напрямую обращаться. То есть, это такие, действительно, ключевые направления, и, по сути, можно сказать, что вот они уже напрямую реализуются, мы знаем, с января этого года Конституционный суд заработал, да, полностью состав был избран, да, 11 судей, там, часть судей назначается президентом, часть мажилисом, сенатом. Руководитель Конституционного суда был назначен, то есть, достаточно такое известное медийное лицо, и можно сказать, что в экспертном сообществе и в обществе она... Госпожа Азимова была у нас в эфире, да. Да, эта кандидатура вызвала поддержку, да. И это тоже говорит о том, что, в принципе, политические реформы реализуются, и они напрямую согласуются с теми потребностями, которые существуют в обществе. Если говорить о модернизации политической системы, то есть, это неотъемлемая составная, которая последовала за референдумом, какие основные моменты вы могли бы сейчас уже отметить? Я понимаю, что год это все-таки не так много, чтобы говорить о каких-то ярких, там, больших, масштабных результатах, но это основная точка отправная, которая уже, как бы, задает тон и планку дальнейшим действиям. Да, вы правы. Политические реформы, они реализуются, но вот те, какие конкретно были конституционные поправки приняты, мы знаем, что повысилась роль и статус парламента, то есть мажелиса. Какие конкретно конституционные поправки были приняты на этот счет, теперь мы знаем, что мажелис принимает законы, а сенат одобряет или не одобряет. Раньше вот это соотношение было наоборот, то есть, сенат принимал законы, мажелис не одобрял. Для чего эта норма водится? Для того, чтобы упростить законотворческую процедуру. Это первый момент. Второй момент. Теперь у мажелиса появилась возможность контролировать то, как расходуются бюджетные средства за счет того, что теперь председатель счетного комитета, он напрямую два раза в год отчитывается перед депутатами мажелиса. Такая возможность уже появилась, она уже реализуется на практике. Второй момент. Повысилась возможность у местных органов власти. Ну, в первую очередь, у акиматов и маслихатов. Мы знаем, что заработала новая форма избрания акимов областей, когда депутаты маслихатов, президент предлагает две кандидатуры, и депутаты маслихатов уже голосуют. Эта норма тоже уже заработала, и в том году вот те акимы областей, которые были назначены, они были избраны по этой новой системе. Следующее. Мы знаем, что прошли у нас парламентские выборы, и в том числе они были затронуты маслихаты, и мы знаем, что в маслихатах, вот в областных маслихатах 50% стали депутаты самовыдвиженцы, одномандатники, а вот районные, городские маслихаты стали полностью формироваться из депутатов, которые были самовыдвиженцами. То есть за счет этого можно сказать, что местные органы власти усиливаются. И последнее направление, ну такая, можно сказать, системная, то есть у нас идет процесс демонополизации и повышения политической конкуренции внутри страны. Арман, спасибо вам большое за интервью, за ваше время, и будем ждать вас вновь в нашей студии. Спасибо за приглашение. Спасибо.